Сразу договоримся, чтобы ни одного плохого слова не говорили матерного. Хорошо. Иначе вам будет стыдно завтра. Хорошо. Хорошо. Так, я слушаю. Какие у вас могут быть вопросы? У меня дедушка умер. Верующий был? Да. Как его звать? Егорыч. Егорыч это фамилия? Или звать-то как? Егор? Имя Егор, да. Ну как, Егорыч это отчество. Я говорю, звать как? Егор. Егор? Ну это означает землепашис. Если верующий был, сходите в храм. И там вам скажут, что нужно сделать. Православ. Православный храм. Скажите, пожалуйста, в чем сила? Что? В чем сила? Сила во Христе. Он говорит, у меня сила, ко мне обратитесь. Воззови-ка мне, я услышу тебя. Для Бога нет ничего невозможного. Он сотворил миллионных галактик. Да. Бога нет. Поэтому дал нам молитву Отче наш. Да придет царство твое. Вот это мы и ждем его. Хорошо. А я мусульманин. О, мусульманин. Так ты тоже человек. И человек, которого Бог будет судить. И вам Бог дал. Или кто дал? Это... Кюрэн. Считай, что написано? Я по-арабски только буквы некоторые знаю. Так ни один такой. На 250 человек ни один не мог просчитать. Вы такие же, как мы православные. Язык царковнославянский. Стоят столбами в храмах, ничего не понимают. Надо на родном языке дать. Я арабский только в этом году начал изучать. Надо Бога просить, чтобы Господь дал истину. Вот мы прямо поменим Христа, что Он умер за нас. Воскрес. Зовет к себе, чтобы омытые кровью Христа мы жили для Бога. Я вот разговариваю... Мусульманам разговариваю, говорю, что у вас самое ценное в вашей вере. Они не знают. Что попало? Собирают. Я говорю, самое ценное у вас пятикратный намаз, а у нас семикратный. Вот что самое ценное у вас. А вы даже этого не знаете, потому что не молитесь, не исполняете. А кто исполняет, такие как в Дубаи, Тунисе, Судане, а они сразу ответят. Я читаю намаз. Знаете, тут разговор как-то шел. Есть газета такая, «Щит и меч». Главная газета в Российской Федерации для силовых структур. Ну и там разговаривают с ИГИЛовцами. ИГИЛ, где там воевали. Скажите, а к вам могут проникнуть другие органы? Ну, бывает там, вот как Штирлиц там с немцами был. А они говорят, нет. А почему нет? Потому что мы ночью три раза встаем на молитву. Днем молимся пятикратно. Он или с ума сойдет, говорит, или будет такой, как мы. О, ответ нравится. У нас тоже, которые люди не знают, вот это мы тут так исполняем все. Наши сестры выходят из храма, наши, из нашего православного. А все одеты, как хиджаб, два платка, платья до полу. А тут работают, ну, из мусульманских стран. Дорогу делают. Сестры наши. Я говорю, это православные. Нет, это мусульманки. То есть в этом вопросе мы вот так вот с ними. За целомудрее женщин сохранить их. Мы сделали путешествие большое. У меня 38 томов вышло. И я решил подарить библиотекам мира. Живу в Барнауле, от Владивостока до Лиссабона. Представьте себе, от Тихого до Атлантического океана. И мы шесть мусульманских республик прошли. Турцию. Нас все встречали. Мусульмане, как будто мы родные братья им. В доме мулы ночевали в Азербайджане. Беседы все были записаны. Понятно. Потому что спаситель только у христиан. Христос умер за грехи людей. И зовет всех, кто бы ты ни был. Приди, пораскайся. Он дарует духовное рождение свыше и крещение. У тебя будет совершенно другая жизнь. Но ведь последний пророк это Мухаммед. А знаете, я миссионер, проповедник православный. Я проповедую Евангелие. Господь говорит, проповедуйте Евангелие всей твари. Я другого не касаюсь. У меня вышло 38 томов книг. И один том я посвящаю Корану. Разбираю все суры и аяты в сравнении с Библией. Ни нападок, ничего нет. Это по-другому. Ну, дайте пример какого-нибудь аята. Ну, давайте конкретно. Разрешается у вас официально иметь 4 жены. Потому что основатель вашей веры. Только не уходите. А вы сразу выключаете и уходите. Не уходите. Я говорю, по-мерзки правильно. Вот товарища у него убили. Он берет его жену. Она не одинокая теперь. И судить нельзя. Но если это введено уже в реестр, то давайте сравним с нашим. У нас официально надо в церкви помещаться. Если помещались, ну, бывает, ушел мужик. Она не имеет права выйти при живом, пока он живой. У нас другая планка. Если я не женатый, допустим, парень там 15 лет. И ты на женщину посмотрел там в интернете где-то. Вот бы мне с ней там переспать-то. Уже ты блудник. Уже прелюбодей. У нас другая шкала. Им разрешается 4 иметь. А у нас так бывает, первая жена погибла. Тогда можно жениться. А бывает, вторая там умерла в родах. А разрешается и третью взять. Третью, когда те умерли. Но четвертая брака вообще нет. У нас разные планки поднятые. То, что у нас считается за грех, за блуд, у вас это в норму возведено. И это так. Это закон. И поэтому сравнивать не приходится. У нас есть заповедь такая. Возлюби врага твоего. А горький, как сказал, враг не зовется, уничтожаем. У вас именно по Ветхому Завету. И по Ветхому Завету вы тоже поступаете согласно книге. Мусульманин принял христианца. И что? Как у евреев. Найди лучшего христианина, убей. А у нас люби врага. Я за слово Божие в пяти тюрьмах отбывал. У меня очень большой опыт с заключенными. И вот когда я иду, теперь я сотрудничаю с тюрьмой, помогаю все бесплатно. И там попывают мусульмане. Ну, за что-то. Как праву я расскажу. Мусульмане. Мусульмане в тюрьме. Так мы стараемся, в первую очередь, им помочь. А мне говорят, почему не нам? Потому что он в чужой обстановке находится. Чтобы он не отчаялся. Чтобы вышел отсюда, стал жить по-другому. Я когда прихожу, там что-то приносим. Я в первую очередь мусульман спрашиваю, кто. А я русский христианин. Сколько вам лет? Сколько вам лет? 81-й год. Город Барнаул. Лапкин Игнатий Тихонович. А что вы, право я можете рассказать еще? У вас опыт заключенную? Заключенную? Ну, у меня большой опыт. Я в пяти тюрьмах отбывал, в лагере. Я там молился. Со словом Божиим. Люди обращались, каялись. Становились на путь истины. Вызывали прокурора по надзору. И меняли свои показания. Потому что лгали. Лжеца Бог не принимает. Всякая ложь от сатаны. Я говорю то, что со мной было. Я рассказываю, когда даже не верят. Неужели так? Я вот на этапе. День пробыл только. И уже вся камера подчиняется. Никому не курить. С восьми до десяти. На семьдесят пять человек. Три не курят. Только вымойте руки. Я им даю Евангелие. Вор в законе. Пахан главный ходит. Наблюдает. Дотворяются двери. Охранники с двух этажей подходят, слушают. А еще только один день прошел. Я ночью молюсь, а утром говорят. Вчера с вами сзади становились, молились семь человек. Можно мы будем молиться? И мусульмане все молятся. Вот как Бог делает. Это не мое. Это человеку нельзя повлиять на людей. Никак. Это Бог делает. А что вы про АУЕ расскажете? Про что? Про АУЕ. А что такое АУЕ? Арестанский уклад один. Это я не знаю. Сейчас что-то новое. То, что не касается спасения. Что касается жизни вечной. Жизни в мире, в любви. По заповедям Божьим. Это я могу ответить. А сегодня разные организации новые. Они все под одно что-то скрываются. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вот видите как? Пошли тогда. Это заходит ко мне тут. По скайпу просятся. Я его выключил. Если у вас будут вопросы, вы два слова запомните только. Игнатий Лапкин. Запишите себе. И по скайпу зайдете. Я вам скину все ресурсы. У нас ресурсы огромные просто. Вот здесь ютуб канал. У меня есть. В нем 17 300 роликов. А можете ссылку скинуть? Что сделать? Ссылку скинуть. Или просто название канала написать. Нет. Вы два слова. Это по скайпу. По скайпу меня искать. А там я скину все. У меня скайпа. Нет. Ну надо найти у кого-то. А канал называется так. Во свете Библии. Канал. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Найдите. Хорошо. Спасибо. Давайте. Во свете Библии? Да. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Сейчас найдем. У нас там посещаемость не так и большая. 42 миллиона. Напиши. Сейчас мы найдем. Во свете Библии. Да. 42 тысячи подписчиков. Сегодня должно быть 43 уже. Во свете Библии. Игнатий Лапкин. Канал. Сейчас найдем. Нашли. Ну вот. Игнатий Лапкин. Да. Во свете Библии. Открытым оком. Вот если вы вздумаете большее получить. Только запомните. По скайпу лучше. Тут я не отмечаю. Тут. Некое. А вот если вы зарядите во свете Библии через гугл. Зайдете сайт. Слово сайт. Вы выйдете на сайт. Там все мои книги. Книги. Которые у меня вышли. 38 томов. Еще 8 в интернетной версии. Увидите там. Вопросы я отмечаю. На 4124 вопроса. 55 папок. О семье. Вам это нужно? Хорошо. Можно, да. Да. Сайт. Только сайт. Сайт через гугл. Мы сейчас посмотрим ваш канал. Ну канал. У нас огромный канал. Мы строим деревню православную. Я начальник детского лагеря был там 45 лет. Все отображено там. У вас есть жена 10? Да это никакого значения не имеет. Я врач для вас. А врачи об этом не спрашивают. Хорошо. Тогда мы пойдем. Так. Ну все. Давайте. Хорошо. Во славу Божию. Слава. Поехали. Врачи. Продолжение следует...